Добрый день Тут у нас гиперответственная девушка, которая привыкла все всегда контролировать всю поездку, занята переговорами по телефону, но с ней это в этот раз сыграло злую шутку. Алло, Лиза. Да, привет. Слушай, у меня коммуникация какая-то, давай просто голосом поговорим, мне кажется, так будет проще. Смотри. Мы на разворот, да, сейчас едем. Да. По номерам поворачивать, можно прям так, пожалуйста. Так как адрес у нее на Малой Никитской, она скорее всего думала, что мы и едем по Малой Никитской, но мы едем по Большой Никитской и нам надо было свернуть налево, чтобы попасть на Малую, а потом еще проехать прямо. Дальше прямо? Да. Естественно, когда я спросил дальше прямо, я это спросил с иронией, потому что мы уже подъехали к новому Арбату и прямо ехать просто некуда. На самом деле, опять же, если бы не наша система рейтинга и если бы она была пристегнута, я бы, естественно, предположил бы ей, что мы не на той улице, что мы можем развернуться, тут улица с двухсторонним движением и доехать куда нужно. Но рейтинг, ремень, такая система напрочь отбивает желание проявлять человечность. Очень старая, очень. Дело в том, что она, походу, ошиблась и вообще не сюда. Она просто человек гиперменеджерский. Она любит все контролировать, всем управлять. Но дело в том, что ее размышления были заняты чем-то другим. И когда она сказала, не надо поворачивать, она просто ошиблась. И теперь ей надо километр пешком идти. Но, опять же, признать ошибку, сказать, ой, а довезите? Нет. А у меня уже следующий заказ. А это поездка, в которой вот этот вот взгляд оценивающий приводит вот к такому вздоху сожаления. Потому что, к сожалению, понятно, что это будет за поездка. Здравствуйте. Я культу запрещусь. На Большую Сухаревскую площадь? Да. Когда пожелание подключиться по блютуз звучит до того, как я убедился, что это мои пассажиры путем сверки адреса. И это говорит о том, что пассажиры явно хотят включить какую-то дичь. Я это прекрасно понимаю. Поэтому, когда айфон пассажира тупит, я просто делаю вид, что не знаю, что нужно сделать для того, чтобы его телефон появился в списке доступных. И у меня есть буквально лишняя минутка, чтобы мои уши отдохнули. Что-то мы шли? Нету пока. Еще. Ну, тут он догадался, что нужно выключить блютуз и включить заново. Это Бруклин, мусора, бляди. Главный закон, живу по понятиям. Черный диплом на улицах братья. С 12 лет я уличный дядя. Моя свага, будто джил сам, да, но сплетел ей прав. В стиле экибана, балаклава, наебалу. Я не проникаю в рано. Я ношу драку, так, что выпирал. Мал, фау. МВД я трахну точку генерала. Нахуй абонентов, хоу. Нахуй федералы. На офшару, на гаймана, я снабжаю накоманов. Я служил ранее, а у меня тая, вырос рано. Вырос рано, разую, потому что думаешь, что рано. Я так из-за рано, таяю прямо стеги рано. Рейсбусе, палец, вылезай из телеграма. Бегаю, глау, делай, граясь в мою программу. Да, сын, из панамара, сувейши, панорама. Ушел, следил клип в этого огола. Они все охуели от экстендер-барабана. Слышь, мой глупт, подземный глупт. Эля, хоу, глядь на веру. Это Бруклин, мусора, бляди. Главный закон, живу по понятиям. Черный диплом, на улицах брак я. С 12 лет я уличный дядя. Это фар, двая сука меня любит, будто клипы на порт-раб. Ну, конечно. Вахо, вахо, улицы вахуи. Обычные парни вдруг стали богатыми. Имя всегда во внимании. Наводим страх, страховая компания. Один звонок, и ты будешь раз геды. Вахо, не бренды. Одену я кеды в кучи, в хуючень. Врукли тут гетто. Выходим ночью, я сплю до обеда. Это Брукли, мусором, блядей. Клав на закон, живу по понятиям. Черный диплом, на улицах братья. С 12 лет я уличный дядя. Черный диплом, открывай все двери. Нахуй мне красный, себе я уверен. Подлетай в Брукли, хочешь проверить? Я раскачаю вас, как в колыбели. А-ля Мантера, а-ля Мантера. Я ее все ебал, она пантера. А-ля Мантера, а-ля Мантера. Я ее все ебал, она пантера. Это Брукли, мусором, блядей. Главное зато, живу по понятиям. Давайте вот тут выйдем. Да не, Мантер. Пойдешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Местные магишники, АМППшники великодушно закрывают глаза. Но если мы там останавливаемся и кого-то ждем, то штраф прилетает не за 60 секунд, как от зверских фальконов, а за 10. Поэтому стоять там нельзя. Ночью АМППшники бывают реже, но точка подачи указана возле второго подъезда, то есть возле второй башни. А именно в этом месте находится фалькон, который штрафует за 60 секунд остановки. Ну, собственно, первый подход я проезжаю медленно, насколько это возможно, чтобы никому не мешать проезжать. А дальше надо маневрировать, дожидаясь нашего долгожданного золотого пассажира. Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый вечер. На Новомбитровскую? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... И дальше, короче, просто Microsoft и тяга стоят на Microsoft, и, короче, что бы это просто так разорвало, то я завтра просто мозг, девочка из эксплуатации, думаю, что это полнейшая приедет. Ну, у меня как бы терпение закончилось. То у меня постоянно набирают со стола то посуду, то ищу что-то, то спаканчик из-под кофе. То у меня однажды выкинулись за чем-то коробку, по которой лежал море менее, отлично вижу плюс ягодку, в целом я луну забила, то мне один раз тоже что-то там с чем-то передвигали, снесли у меня там штуку, в которой вставляется маркер, она теперь у него держится. винили мои фотки, мой палочек Кульпоттеры нашла на полу микростречек, которые мне эмоционально важны, и фиг не забили. Вот. И сегодня вот это, при этом при всем, блядь, я полгода жду, когда мне принесут кучей торшар. Блядь. И причем я понимаю, что может и не нравится, что мне эта пумбочка неправильно стоит, это правило может. Блядь. Мне во-первых хотя бы пишите, а во-вторых, если вы дали задание как будто ее убрать, то не надо в моей работе место превращать в какой-то пиздец. Значит, если вы не хотите ее писать, но хотите принципиально убрать, то отодейте на стула, берите эту тумбочку, если она вам не нравится, верните все вещи обратно, как бы не оставьте мои одни кроссовки, мои другие кроссовки. Вот. Ну то есть, что за пиздец? То есть вы мне ничего не написали, ничего не попросили, решили что-то на моем другом месте поделали и оставили там вот это. Как бы... В общем, жопу, жопу разрывать просто неприятно. Ну добро. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...